Добрый день, меня зовут Бандер Васахая. Я ученица 5-го А-класса в Усаха-гимназии города Якутска. Я участник онлайн-проекта «Научное лето-20-факс». Моя тема – фенлоки деревьев на даче летом. Гипотеза – выяснить, влияет ли погодные условия на скорость смех на логический класс. Цель моего исследования – выявить особенности сезонного развития отдельных видов деревьев и кустарников в своей местности. Объекты исследований – отдельные виды деревьев и кустарников. Актуальность темы выражена тем, что фенологическая работа в современной школе может служить эффективным инструментом формирования, закрепления практического применения биологических и краеведческих знаний. Задача – проследить за процессами, происходящими в природе летом. Научиться наблюдать различные фенологические фазы, сделать выводы о зависимости сроков наступления различных фенологических фазов растений. Здесь выводы об особенностях развития выбранных фенобъектов. Первый день моего исследования мною было отобрано 4 фенобъекта для наблюдения. Это яблоня, боярышник, акация и черемуха. Сделаны замеры примерной высоты деревьев. Диаметр стволов на уровне груди. Проверила наличие повышения, делала маркировку. В течение лета я сделала замеры один раз каждые два дня. В итоге мною были зафиксированы у всех фенобъектов две фазы в период с 13 июля 2020 года по 26 июля 2020 года. Это цветение и плодоношение. 13-14 июня 2020 года у яблони было 90% окончания цветения. Далее 14 июня 2020 года был кратковременный дождь, что можно посмотреть на планки наблюдений за фенопазами растений. Таблица номер 2. Из 16 июня 2020 года я зафиксировал уже другую фенопазу. Это начало выразивания плодов. 15-20% у яблони, боярышника и акации также замечен рост. Ну и зафиксировано увеличение размеров листьев и плодов на 1-1,5 см за пару дней после львия. Из этого можно сделать вывод, что дождь существенно ускоряет наступление той или иной фенопазы жизни растений. 20.06.2020 года я зафиксировала фенобъекты номер 2 и 3 появление первого зрелого плода. Исходя из своих наблюдений, я пришла к выводу, что фенопаза очень быстро сменяет друг друга. Нужно быть крайне внимательным, чтобы не пропустить ту или иную фенопазу. Это лето было аномально жарким и сухим. Осадков было мало. Нехватка дождей повлияла на плодоношение у фенобъектов. Например, у боярышника почти все плоды засохли. Также у дерева акации 19 июля 2020 года было зафиксировано первое пожелтение листы. Раннее ожелтение листы происходит из-за жары. Настения получают ожоги. Немаловажную роль играют насекомые и вредители на территории следования дачи. Не проводились никакие работы по борьбе с вредителями. Поэтому большая часть листьев черемухи и боярышника были съедены неизвестными вредителями и птицами. Также немаловажную роль играют укрытия растения на зиму. Укрытие защищает растения от промерзания корней. Мыфинобъект никогда не прорывался на зиму. Промерзшие корни могут отрицательно повлиять на состояние деревьев растения в следующем году. Итак, в ходе своих наблюдений пришла к следующим выводам. Первое. Погода ускоряет или замедляет линофазы у растений. Второе. Нужна обязательная санитарная обработка растений. Третье. Лучше выращивать не только скороспелые сорта, но и морозустойчивые. Желаю всем удачи. Спасибо за внимание. Спасибо. Продолжение следует...